Клиники планирования семьи Клиники получили из федерального бюджета 80 миллионов долларов, которые предназначались для оказания помощи малым предприятиям. Мы впервые рассказали об этом два дня назад, а сейчас 27 сенаторов-республиканцев обратились в Министерство юстиции с просьбой расследовать, почему какие-то деньги вообще были направлены этой организации. Тем временем, в интервью на той неделе гендиректор планирования семьи отметила это как хорошую сторону коронавируса. Умирают не только старики, но и дети, все благодаря большему числу дистанционных абортов. Медикаментозный аборт предлагается на ранних сроках беременности. И на самом деле для него требуется всего две таблетки, которые человек, желающий сделать аборт, должен принять в течение 24 часов. Во многих случаях мы можем видеться с пациентом благодаря распространению телемедицины через скайп, вот так можем принять пациента, а потом пациент приедет и заберет препарат, затем отправится домой и безопасно примет таблетки у себя дома. То есть нет худа без добра во всей этой пандемии. Да, добра. И это как раз тогда, когда вы подумали, что наш профессиональный класс не может стать более уродливым и античеловечным. Кэти Павлич, редактор Таунхолла, рад видеть ее с нами сегодня. Спасибо, что нашли время. Итак, как вы думаете, планированию семьи, которая каждый год получает сотни миллионов из бюджета, удалось изобразить малый бизнес, причем так, что это сошло им с рук? Ну, Такер, они не только получают более 500 миллионов долларов от налогоплательщиков каждый год, у них также 600 с лишним миллионов в виде частных пожертвований ежегодно, 2 миллиарда долларов в активах и 2 миллиарда выручки. Для таких случаев, как этот, у них остаются сотни миллионов долларов. И когда вы смотрите на десятки этих аффилированных компаний, которые подали заявку на получение финансирования для малого бизнеса, главная организация планирования семьи говорит о том, что мы не подавали заявку как большая организация. Подали заявки мелкие организации, связанные с нами, а они должны иметь на это право, учитывая небольшое количество сотрудников. И вот таким образом они оправдывают это. Их вице-президент по связям с правительством говорит, что агентство по малому бизнесу, которое просит вернуть деньги, покушается на право на аборт. Но они также утверждают, что деньги были использованы для сохранения зарплат работников. Но если речь идет о сохранении зарплат сотрудников, почему она тогда говорит про какое-то посягательство на право на аборт? Ну, это очень хорошее замечание. То есть вы говорите, что это как если бы магазин Apple в Джорджтауне или в центре Манхэттена подал заявку на кредит для малого бизнеса на том основании, что они малый бизнес, так как у них только 80 сотрудников. Правильно. Да, штаб-квартира Apple в Калифорнии не подала заявку, потому что у них тысячи сотрудников и огромное количество ресурсов. Даже группа поддержки планирования семьи в самом начале, когда только был принят закон о поддержке, заявила, что планирование семьи не имеет на это права. Таким образом, вопрос, который сенаторы должны поставить перед Минюстом, состоит в том, были ли эти заявления поданы законным, не мошенническим образом. Почему эти афилиаты, которые должны были получить достаточно денег от огромной головной организации, в итоге получили деньги налогоплательщиков и будут ли они вынуждены их вернуть, учитывая то количество ресурсов, которыми они располагают? Да, именно так. Это выглядит как мошенничество. В этом я с вами согласен. Кэти Павлич, спасибо. Рад был увидеть. Взаимно, Теккер. Редактор субтитров А.Семкин